Всем большой привет! Сегодня покажу вам очередные свои покупки из магазина FixPrice. Ну, не то чтобы мои, а наши такие, да, скажем так, семейные. Потому что в FixPrice мы сейчас ходим, в принципе, всегда с мамой. И я решила не буду вам показывать какие-то банальные покупки, вроде как там кофе или чай, которые мы в последнее время постоянно там покупаем. Покажу вам те покупки, которые мне действительно понравились и кое-какие новиночки. И, кстати, напишите обязательно в комментариях, новинки ли это, потому что я просто это увидела в первый раз в FixPrice, да, для меня это, конечно же, новинка. Но что-то мне кажется, может быть, это вообще не новинка, может быть, в других магазинах это уже давным-давно все есть. Так что, если вы знаете, обязательно пишите мне в комментариях. Еще сразу хочу сказать, что показывать свои покупки сейчас я буду не совсем в привычном таком формате, потому что у меня на самом деле нет времени, чтобы вот так вот прям сесть перед камерой и все подробно, все показать и рассказать. Снимала я эти покупки в разное время, да, было время там одно что-то показало, было время другое показало, все это вот так вот на скорую руку. Так что, ну, все равно, надеюсь, вам понравится. И, кстати, пишите, какие покупки вам понравятся больше всего. И, кстати, мне очень интересно ваше мнение насчет продуктов из FixPrice. Некоторые прямо опасаются, не покупают там ничего из еды. Ну, как бы это же не FixPrice там производит, да, не магазин. Они также закупаются, работают с какими-то там поставщиками, им также все это привозится. Эти же продукты некоторые могут вообще в других магазинах также продаваться, подороже даже будет стоить. Так что, ну, я к продуктам из FixPrice вообще хорошо отношусь. И очень часто натыкаюсь именно на вкусные, хорошие продукты. Первое, значит, хочу показать вот такие вот пряники. Они ананасовые. Называется ананасовое кольцо. Думала, ни одного пряника не оставили, чтобы показать. Но здесь как раз есть один пряник. Вот так вот они выглядят. Очень классные пряники, вот реально классные. Когда поедем, в следующий раз возьмем себе еще. Действительно вкусные, сладкие, в меру сладкие, непритерные. И внутри даже бывают, попадаются маленькие кусочки ананаса. Обязательно их попробуйте. Я вот разрезала, чтобы показать, какие они внутри. И видите, здесь есть вот такой вот маленький кружочек желтенький. Это и есть кусочек ананаса. Они попадаются не часто в пряники, но все-таки попадаются очень вкусные. Прям действительно есть вкус ананаса. В упаковке здесь идет где-то, да, 400 грамм. Ну, примерно где-то штучек 10, наверное, пряников здесь было. Но они достаточно крупные, не маленькие. Вот смотрите, какое кольцо. Может быть, даже больше, не знаю. Я не считала, но говорю примерно. Так что, если они у вас продаются, обязательно попробуйте. Даже я вот не особый любитель пряников. И то мне они даже очень понравились. Дальше, значит, смотрите, я плавно переместилась в комнату сестры. Вот такую вот она себе купила бутылку, выбрала. Это как бы идет спортивная, по-моему, бутылка. Видите, какой у нее носик интересный. Здесь вот так вот она открывается. Ну, понятно, да? Это пластиковая трубочка. Бутылка сама тоже пластиковая. Вот так все это выглядит. Обычно, в принципе, пластиковая трубочка. Как-то она здесь закреплена, что она как бы не болтается. Хорошо, надежно держится. Ну, и обычно такая пластиковая бутылка. Бутылка достаточно мягкая. Вот, можно нажимать на нее даже. И давайте посмотрим, что здесь написано. Да, спортивная бутылка подходит для восстановления водного баланса. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ее удобно держать в руке. Наклонять бутылку не обязательно. Просто легко нажмите на корпус, и написок польется. То есть, можно вот так просто нажимать и пить отсюда. Ну, не знаю, задумка интересная. Мне понравилось. В фикс-прайсе было, по-моему, в трех цветах. В нашей, по крайней мере, в фикс-прайсе. Была вот такая вот черная, красная была и синяя. И у всех надписи и рисунки были разные. Если я в интернете найду картинки, то я обязательно вставлю, покажу, какие еще там были варианты. В общем, вот такая вот интересная бутылочка. А, и да, кстати, стоила такая бутылка 99 рублей. Здесь объем 1,1 литр. Вот. Дальше, сейчас прямо на улице покажу вам шампунь, который мы купили. Почему на улице? Потому что все шампуни у нас хранятся в бане, и мне пришлось выйти. А в самой бане сейчас свет как бы не очень плохо будет виден. Мама что-то разошлась и купила сразу аж 4 штуки. Я вам сейчас все покажу. Первый, значит, такой вот шампунь FITO COSMETIC. Тотальное восстановление для сухих, тусклых и поврежденных волос. Он, значит, идет с кедровым маслом и восстанавливающим комплексом. На самом деле, этот шампунь мы покупали в прошлых покупках, которые я не снимала. Но решила вам в этом видео также его показать. Я его уже пробовала, использовала. Свой отзыв оставлю в отдельном видео. Я хочу все эти шампуни протестировать и потом рассказать вам о своих ощущениях и впечатлениях. По-моему, в Фикс Прайсе этот шампунь идет как новинка, потому что раньше я такие не видела. Кстати, в Фикс Прайсе от FITO COSMETIC такие вот шампуни есть разные. Есть и яичный, вот такой вот репейный, еще какие-то, по-моему, 2 или 3 даже вида. Я взяла вот такой вот, решила попробовать. Вот, ну, сейчас могу сказать, что мне очень даже понравилось. А полный такой отзыв развернутый я скажу в следующем видео. Так что, кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, если вам интересны подобные ролики. Дальше, следующий шампунь, который мы взяли, вот такой вот яичный. Если честно, я бы такой шампунь не взяла. Не знаю, я как-то не люблю яичные шампуни какие-то такие или какие-то шампуни на травах, вот как-то не очень мне заходят они. Но мама решила его взять попробовать. Объем здесь 515 миллилитров. Так вот он выглядит. Такой шампунь я еще не пробовала, буду использовать. И потом, как я уже говорила в отдельном видео, все расскажу и покажу. А здесь у нас объем сколько идет? Вот 270 миллилитров. Следующий шампунь вот такой. Вот тоже, по-моему, это новинка, потому что раньше я тоже такой никогда не видела. Очень классно пахнет. Прямо обалденно пахнет. Я его еще не пробовала, не тестировала, но запах меня прям покорил. С маслами кокоса и ши. Какого-то ярко выраженного аромата кокоса нет, но тем не менее запах прям обалденный, как я уже говорила, очень приятный. Буду пользоваться. В следующем видео обязательно вам расскажу и покажу, насколько он мне понравился или нет. Вот. Объем здесь 400 миллилитров. И, наконец, четвертый шампунь. Вот так вот он выглядит. Тоже раньше не видела никогда. Мне кажется, это тоже новинка. Возможно, я раньше просто не обращала на них внимания. Это у меня мама что-то разбежалась, нахватала. Аромат тоже у него мне понравился, в принципе. Но если сравнить вот с этим черным, то в черном аромат мне больше нравится. Этот шампунь подходит для всех типов волос. Шампунь эликсир, интенсивное питание, яркий цвет. Тоже буду тестировать. Состав, кому интересно, описание. Вот, пожалуйста, останавливайте. Читайте. Объем 410 миллилитров. И да, не сказала самое главное. Все эти шампуни, несмотря на то, что у них разный объем, стоят 55 рублей. Дальше также из еды покажу. Это взяли овсяное печенье. Здесь 600 грамм. Неплохое печенье. Мы его, видите, уже пробовали, открывали. Оно достаточно мягкое. Вот так, может быть, не видно. Давайте я вам разломаю, покажу. Вау. Вот такое вот обычное овсяное печенье. Видите, оно мягкое. Очень вкусное. С чаем прям отлично. И стоимость такого печенья, вот специально взяла чеки, чтобы сказать вам точную цену, 50 рублей. Кому интересен состав и место производства, вот, пожалуйста, можете остановить, почитать, посмотреть, ознакомиться. Также ровно 50 рублей стоит вот такая вот упаковка вафель. Здесь 400 грамм. Достаточно такая большая упаковка, я бы сказала. Это вафли сливочные. Не знаю, бывают ли у них шоколадные или какие-нибудь еще другие вкусы. В нашем магазине были только со сливочным ароматом. Мы их и взяли. В принципе, вафли мы любим. Сейчас я открою, покажу, как они выглядят. Потому что взяли их в первый раз, такие еще не пробовали. Ничего себе, мне удалось открыть упаковку аккуратненько. Обычно, когда стараюсь открыть аккуратно, она, зараза, рвется. Вафли упакованы, смотрите, в три ряда. И покажу, как они выглядят. Кстати, вот, кому интересно, состав. Пищевая ценность и все такое. И вот они, они такие вот обычные, в принципе, вафли. Будем пробовать сейчас. Ой, вафли прям очень вкусные, хрустящие, приятные, такие непритерные, как я люблю. Очень классные, мне нравятся. Так, я хочу посмотреть срок годности. Где он здесь? А, вот, наверное. Изготовлено в мае 2020 года до мая 2021 года. Ну, достаточно свежие. Угодность у них прям целый год, аж ничего себе. Как-то это, наверное, подозрительно должно быть. Но вафли вкусные. Следующие, значит, взяли вот такие вот влажные салфетки с мицеллярной водой, гелем алои и ионными серебра. В упаковке 60 штук, и они идут такие вот с клапаном. Я уже их открывала, нюхала. Давайте еще раз открою и посмотрим. Ну, такие, в принципе, внутри уже обычные салфетки идут. Вот. Запах у них приятный. Не знаю, такие салфетки я взяла в первую рацию. Это, по-моему, уже не новинка давно в фикс-прайсе. Но почему-то как-то раньше я их не брала. Стоят они 50 рублей. Дальше взяли вот такой вот венчик для кухни металлический. У нас есть, на самом деле, такой прорезиненный, силиконовый здесь вот эти штуки. Но на самом деле им не очень-то удобно взбивать. Мне кажется, металлический венчик лучше всего для взбивания. В фикс-прайсе они стоят, по-моему, 50 рублей. 55 рублей, да. В нашем фикс-прайсе были вот такой вот с красной ручкой. И еще был, по-моему, с фиолетовой ручкой. Но вот это нам понравилось все больше. Достаточно надежный, крепкий. Все аккуратно, хорошо сделано. Так что будем пользоваться. Надеюсь, не сломается. Но, в принципе, здесь нечему ломаться, мне кажется. Такой вот. Есть небольшой крючок для того, чтобы подвешивать. Но мы вешать его не будем. Еще, смотрите, чуть не забыла вам показать. Вот такие вот мармеладки. Я увидела в первый раз в нашем фикс-прайсе. У нас они были со вкусом клубники. Вот такие. И со вкусом зеленого яблока. Вот эти клубничные, кстати, я забрала последнюю пачку. Она одна была. Не знаю, может быть, они вкусные. Их как быстро разобрали. И вот так вот вырубили с яблоком. Я бы, конечно, взяла две пачки со вкусом клубники. Но пришлось взять две пачки со вкусом зеленого яблока. Вот мы одну уже открывали. Я вам сейчас покажу, как они выглядят. Вот такие вот мармеладки. Смотрите. Эти мармеладки, они непритерно сладкие. По крайней мере, вот эти вот со вкусом яблока. Они немного даже такие кисловатые. Ну, очень приятная такая кислинка у них. А клубничные я еще не пробовала. Не знаю. Возможно, они будут послаще. И здесь в пачках получается сколько? По 75 грамм. И цена одной такой пачки 25 рублей ровно. Все. На этом я буду заканчивать. Я рада была с вами поделиться своими покупками. Нашими покупками, еще раз повторюсь. Надеюсь, вам понравилось. Мне очень нравится. Вообще, фикс прайс прямо удивляет. Обязательно увидимся в следующем видео. На этом я буду заканчивать. Кстати, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Если вам нравятся подобного рода видео. Там про фикс прайс и другие покупочки. Все такое. Впереди еще обязательно, конечно же, они будут. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И, конечно же, увидимся в следующих моих роликах. Всем пока!